Беринс С 200-летней историей обрушился в один миг В результате явных и скрытых спекуляций Одного единственного человека Николаса Лиссона 28-летний трейдер Сингапурского офиса Беринс Три года успешно торговал на азиатских биржах Фьючерсами и опционами на индекс Никей Лиссон пользовался Безграничным доверием руководства И получил полную свободу На все свои операции Его самоуверенность и страсть к риску Лишили банк 850 миллионов фунтов В одночасье погубив Финансовую империю Беринс Здравствуйте, в эфире биржевая азбука Цикл программ о том, как зарабатывать на фондовом рынке В студии Виталий Школьный Тема этого выпуска – торговый план Торговый план – главное И необходимое орудие трейдера Без него торговля на бирже превратится В азартную игру Трейдинг, как любой бизнес, требует Серьезной предварительной подготовки Без этого риск потерять деньги Слишком велик И так же, как в бизнесе Ваш успех в трейдинге Будет зависеть от качества Тогового плана Торговый план – это всего лишь Алгоритм принятия решений В рамках нескольких прогнозных Вариантов развития ситуации Хорошим пунктом в вашем торговом плане Может быть такой Сегодня я ожидаю повышенной волатильности Поэтому буду открывать позиции Только в случае, если рынок будет делать то, что я от него ожидаю То есть, если я не буду понимать, что происходит Я позиции открывать не буду Плохим примером пункта в вашем торговом плане Может быть такой Сегодня я открываю только длинные позиции Потому что я ожидаю роста рынка В таком случае вы можете пропустить разворот рынка И совершать открытие длинных позиций Предполагая, что вы покупаете продолжение движения на самом деле вы будете покупать отскоки, и движение цены не будет соответствовать вашим ожиданиям, и, скорее всего, вы будете больше терять денег, чем зарабатывать. Торговый план основывается на торговой стратегии. Если трейдер торгует каждый день, то готовится ежедневно, определяя бумаги, которыми будет торговать, сигналы и цены входа и выхода из позиций. Постепенно торговый план совершенствуется, исходя из истории предыдущих дней и полученного опыта. Просматривайте большое количество графиков внутри дня до тех пор, пока вы просто сами не начнете понимать. Со временем, естественно, будет вырабатываться кое-какая интуиция, то есть просто по поводу теханализа, и вам, естественно, это поможет. Опыт, к сожалению, никакими книжками передать практически невозможно. Совет мой, как от трейдера, это, естественно, вести дневник, записывать свои сделки, и, естественно, фотографировать и объяснять. Из этих фотографий потом можно сложить книжку и просто каждый день просматривать, и вы четко будете понимать, что вы правильно или неправильно делаете. Торговый план необходим трейдеру для борьбы с собственными эмоциями и страхами. Даже совершая большое количество операций в день, трейдер должен чувствовать себя комфортно. И действуя в рамках своего плана, будет спокойно относиться к убыточным сделкам. Пусть вы выдержали просадку 10% и закрыли сделку с убытком, бумага просила еще на 2%, и после этого начала расти, как вы предполагали. Вы тогда скажите, вот можно было не закрывать сделку. Но здесь снова срабатывает правило ведения торгового плана. Лучше вы закройте свою сделку по вашему торговому плану с вашими условиями риск-менеджмента. И будете знать, что, возможно, можно опуститься по какой-то бумаге на 15% просадки. Чем вы вот так вот решите пересидеть, пересидите раз-два, у вас все получится, на следующий раз вы пересидите 12-15%, в итоге закройтесь на минус 30%, чем не только уменьшите свой портфель, но и, скажем так, пошатнете веру в себя, и потом очень сложно будет перейти этот психологический момент. Главный совет, который дают абсолютно все трейдеры-новичкам – записывайте все собственные сделки, введите статистику, фиксируйте допущенные ошибки и решения. Это сделает ваш торговый план намного более эффективным. Всегда будет история ваших сделок, вы всегда сможете вернуться и посмотреть, что вы делали. Пусть 9 из 10 проведенных сделок будут убыточными, но вы тогда поймете, что с вашим торговым планом действительно что-то не так, и что-то нужно будет менять. Но имея это все записанное где-то или на бумаге, или в каком-то файле, вы будете иметь материал, к которому можно вернуться и проанализировать. Кораздо хуже, если у вас будут постоянно хорошие сделки, вы не будете их фиксировать, а потом начнутся убыточные сделки, сделки, которые будут съедать вашу позицию, и вы не сможете проанализировать, почему так происходит. Например, вы часто совершаете спекулятивные операции в момент публикации экономических новостей. Исходя из данных вашей статистики, вы можете обнаружить, что часто в таких ситуациях вы теряете деньги. Таким образом, вы идентифицировали проблему и можете легко ее решить, просто прекратив делать то, что у вас не получается. Таким образом, не имея статистики, невозможно сделать вывод о наличии или отсутствии ошибок. Также вы не сможете без статистики выявить то, что у вас получается лучше всего. Соответственно, не имея статистики, вы не сможете улучшить ваши торговые результаты. Итак, профессиональный трейдер – это человек, который дисциплинированно следует своему торговому плану и постоянно его совершенствует, анализируя рынок, а также свои действия и ошибки. К сожалению, конечно, это банальные слова, психология, дисциплина и все остальное. Но если вы будете работать по четко установленному вам плану, то есть вы пришли на работу, и вы четко будете знать, что вы будете делать, вы, во всяком случае, сможете себя оградить от громадного количества минусов, которые встретят. То количество демонов, которые, в принципе, вы столкнетесь, это вы о себе узнаете через три месяца торговли, а то через два. То, что вы о себе никогда не знали. Мой совет только один – не отступать никогда от правил, которые вы себе сделали. Кто хочет стать хорошим трейдером, нужно стать роботом. Самый лучший трейдер – это робот. То есть никаких эмоций абсолютно в трейдинге быть не должно. Вы четко должны идти по четко установленному плану. Точку не ставим. В следующем выпуске «Биржевой азбуки» будем говорить об украинских голубых фишках. Взгляд профессиональных трейдеров. Не пропустите. Партнер программы «Украинская биржа». «Украинская биржа», 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 «